теперь мы можем наконец-то написать партию баса у нас есть два варианта первый это включить вот этот значок пианино и нарисовать нужные ноты в нужных местах а второй более простой открыть правой кнопкой мыши piano roll в котором мы были когда копировали лесенку piano roll это продвинутый вид секвенсор который не ограничен 16 степами имеет очень удобное окно редактирования нот это такой плейлист для нот слева мы видим буквы но если нажмем на кнопочку в левом верхнем углу то увидим вместо букв пианино и клавиши почему буквы и почему такие странные спросите вы потому что до реми фасоли си на английском языке будет cde fg ab то есть ля это а а до это c ну и черные клавиши на реале это диезы или бемоли от соседних нот принято использовать знак решетки для обозначения диеза это например фа диез ф диез те гитаристы что смотрят этот урок сразу наверняка вспомнили название аккордов на гитаре а м или е м так обозначаются аккорды на английском языке а м это ля минор е м это ми минор джи это просто соль мажор цифры сверху 1 2 3 и так далее обозначают номер такта то есть в piano roll может быть бесконечное количество тактов но как правило все повторения лучше размножать не в piano roll на нашем главном плейлисте в начале курса я говорил что по моему мнению именно fl studio я считаю лучшей программы для написания музыки теперь я хочу объяснить почему главное написание музыки это работа с нотами и вот из-за больших возможностей именно работы с нотами в piano roll я так считаю редактирование нот в fl studio 10 гораздо более удобно чем в любой предыдущей версии один клик левой кнопкой создает ноту определенной длины двойным нажатием на ноту вы заходите в настройки ноты но это вам понадобится только если вы хотите изменить длительность ноты по числам остальные настройки удобнее изменять в нижнем окне piano roll нажав правой кнопкой по серой плашки слева вы можете выбрать нужный вам параметр свойств нот по умолчанию стоит громкость или по английской velocity но можно выбрать и панораму pen и высоту нот pitch и другие параметры которые вы можете определить сами нажатие правой кнопки мыши по ноте удалит ее если схватить за конец ноты то ее можно укоротить или удлинить схватив за ноту ближе к ее началу ее можно передвигать любом направлении вверх вниз вправо влево все ноты примагничиваются к сетке настройки примагничивания можно выбрать здесь в меню при нажатии на кнопочку магнита по умолчанию стоит примагничивание каждой вертикальной линии cell если использовать зум простым кручением колесиковой мышки наведя на черное поле с нумерацией тактов то вы увидите что какие-то вертикальные линии пропадают и примагничивание будет действовать только к видимым линиям также можно отлучить примагничивание вовсе но если вам нужно подвинуть только одну или две ноты не по сетке то на помощь вам придет нажатая клавиша alt также можно пользоваться колесиком мыши для редактирования например громкости нот для этого вам надо навести мышку на ноту нажать alt и покрутить колесиком если выделить несколько нот то справа от выделения появится кружочек двигая который можно растянуть или сузить все ноты разом а если удерживать alt то включится примагничивание к сетке если включить функцию лассо кнопка меню select magic лассо то ничего не нажимая вводя нужные вам ноты по любой траектории эти ноты выделятся чтобы убрать выделение достаточно щелкнуть правой кнопкой мыши по пустому полю магия не правда ли редактирование нот не ограничивается в вашем рисовании с помощью инструментов piano roll вы можете создавать аккорды арпеджио добавлять грувы вашей партии с помощью квантизации делать эффекты дробления нот брендчане и прочие фишки миди редактирования и так напишем партию баса сначала настроим звук синтезатора а потом начнем писать партию я напишу простенькую партию чтобы вы могли увидеть как можно быстро рисовать в piano roll и 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 Ну вот я и сделал всё в одном паттерне. Это удобно, когда ищешь излучание синтезатора и пишешь партии разных инструментов. Ведь они должны гармонично и ритмично звучать друг с другом. В FL Studio есть один очень важный переключатель. Это режимы Pattern Mode и Song Mode. Первым у нас циклично играет только выбранный паттерн, а во втором играет плейлист. В паттерне мы можем полностью написать какую-то часть трека. Как я сделал это только что. Но мы также можем разбивать паттерны по инструментам. Например в одном будет бас, во втором барабаны, а в третьем орган. Это более удобная схема написания музыки. Кстати, когда у вас наберется много паттернов, вы можете пользоваться удобным Project Picker, нажав правой кнопкой мыши на область выбора паттерна в плейлисте или Ctrl-Alt-F8. Это поможет вам перемещаться между паттернами и править их. Когда вы наведете на паттерн в режиме All, то вам не только проиграется этот паттерн, но и справа выделятся сэмплы и инструменты которые в нем используются. Также можно заходить в нужный паттерн двойным кликом по этому паттерну в плейлисте. Если называть каждый паттерн, то вам будет понятнее какой паттерн вы ищите. Поэтому как только вы написали партию в новом паттерне, не ленитесь подписать его. На любую дорожку в плейлисте можно поставить любой паттерн, но удобнее располагать каждый инструмент на одной дорожке, чтобы можно было выключить всю дорожку одной кнопочкой. По мере появления новых партий можете составлять в плейлисте порядок паттернов. Управление плейлистом тоже очень удобное. Вы можете использовать горизонтальный зум с помощью колесика мышки в области нумерации тактов. Если нажать Shift или Ctrl и крутить колесико, то можно будет перемещаться по плейлисту горизонтально. Это также можно сделать и с помощью горизонтального ползунка, просто наведя на него мышь и крутя колесико. Либо тянуть за края ползунка, чтобы изменить горизонтальный зум. Если нажать Alt и крутить колесиком мыши в любой области плейлиста, то наш плейлист будет сжиматься и разжиматься по вертикали. Если вам нужно, чтобы какие-то дорожки не изменяли своей высоты, то можно ее зафиксировать правой кнопкой мыши, выбрав из контекстного меню Lock to this size. Переместить дорожку вверх или вниз плейлиста можно с помощью колесико мышки с зажатой клавишей Shift. Вертикальное перемещение по плейлисту делается простым скроллом мышки в области дорожек или вертикального ползунка. Каждую дорожку, как вы видите, можно назвать и назначить ей цвет. И даже иконку инструмента, просто нажав на ней правой кнопкой мыши и выбрав Rename Color или Set Icon. Вверху можно проставить маркеры с названием частей трепа. Это делается правой кнопкой мыши по области нумерации тактов и Add Marker. При этом маркер появляется в самом левом такте, так что перед добавлением маркеров сначала передвиньте левую границу плейлиста на нужный такт. Главным вашим инструментом станет кисточка. Есть еще и карандаш, но он ставит левой кнопкой только один паттерн, а кисточка может нарисовать их бесконечно много. Просто щелкаешь один раз и ведешь в любую сторону. Клик правой кнопки мыши по паттерну его удалит, так что будьте бдительны при выборе клика. А теперь вернемся к нашему проекту и я раскидаю разные инструменты на три паттерна. Выделяем дорожку этим зеленым индикатором, вырезаем ее и вставляем в другой паттерн. Переходить между паттернами можно с помощью колесико мышки. Конечно же нам надо переименовать все наши паттерны, чтобы мы в них не потерялись. Теперь переходим в плейлист, переключаем song mode и рисуем нашу песню, выбираем паттерн с басом. Можем также воспользоваться Project Picker, нажав правой кнопкой по названию паттерна. Я постараюсь сделать чуть-чуть более интереснее, чем могло бы быть. А теперь давайте перенесемся в следующий урок, где я буду рассказывать про сведение, микшер, эквализацию и компрессию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова